Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Чем грозит неуплата долгов по зарплате, кредитам, алиментам и за услуги ЖКХ? Как узнать о своей задолженности и куда идут средства от вырученных взысканий? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Самарской области Денис Шильников. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Денис Андреевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как складываются сегодня дела с собираемостью, задолженностью, какая тенденция, какая сумма сегодня фигурирует? Здравствуйте, сегодняшний день. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодняшний день ситуация по взысканию задолженности с физических и юридических лиц обстоит следующим образом. На исполнении, если говорить об общей сумме, находится 91 миллиард 280 миллионов. Что касается распределения задолженности, то с физических лиц, это в процентном соотношении будет больше 82 миллиарда и всего лишь 10 миллиардов юридических лиц. Что касается по категориям, туда входят налоговые платежи, взыскание ЖКХ, заработная плата, алименты, взыскание штрафных санкций по линии ГИБДД и, конечно, кредитные платежи. Сумма довольно внушительная. А вы можете отследить тенденцию, допустим, по сравнению с прошлым годом? Вот эта сумма задолженности увеличивается или нет? Или собираемость улучшается все-таки? Скажем так, если пролонгировать и брать прошлый год, то сумма задолженности к взысканию увеличилась, но она увеличилась к этому полугодию. Потому что, как мы все знаем, некие финансовые затруднения были в конце года, они отразились как раз на это полугодие. И большой всплеск предъявлений исполнителей документов, он как раз идет на период с мая по июль и продолжает расти. То есть, вот такие экономические, финансовые трудности возникли у физических лиц, и люди продлевают момент вот этот выплат, да? Или даже не имеют возможности, получается? Не то, что продлевают момент. Ну, то есть, выбора, тут остается либо кормить семью, либо остаться без денег и без квартиры и всего остального. Поэтому долги вырастают, и люди выбирают на меньшее. И неплательщиков становится больше. Скажите, пожалуйста, а кто чаще всего становится неплательщиком? Такое впечатление, сейчас вы так сказали, что им может стать любой уже практически. На сегодняшний день, конечно, если брать по количеству граждан, то, наверное, каждый третий житель Самарской области у нас должник по исполнительным производствам. Ну, вот если сказать так, социальный портрет, что это за категория людей? Кто в основном? Неплательщики это кто? До 30 лет люди, которые взяли кредит. И, кстати, если сравнивать по категориям, наверное, это будет и женщины, и мужчины, потому что большинство исполнителей документов, это, конечно, нарушение ПДД, ГАИ, ГАИ и БДД. Если брать по кредитам, то, скорее всего, это больше мужчин. А вот вы сказали ПДД. Я подумала, что еще вот на сумму, вот эту общую сумму задолженности повлияло и то, что много установили сегодня таких камер скрытых для водителей. И вот именно в связи с этим увеличилось, наверное, еще количество штрафов. Ну, по количеству, конечно, больше. Очень большое. 50% от находящихся на исполнении это ГИБДД. Но по сумме взыскания, конечно, кредитные платежи перекрывают задолженность. А кредитные платежи, это имеется в виду, что люди берут кредиты в банках? Не только у физических лиц, у юридических лиц, у различных финансовых микроорганизаций, в том числе распространено. А судебные приставы, какое им имеют к этому отношение тогда? Потому что это частное лицо, частный банк, частное физическое лицо, у кого берутся кредиты. Если физическое лицо не уплатило, то есть бывают обычные договора кредитных платежей, микрофинансовые организации, их сейчас очень много распространено, не только в нашей области, но и по всей стране. Они берут заключать договор о выделении денежных средств, потом начинают период неуплаты, соответственно, подают в суд, присуждают суд, выносят решение суда, заскатели предъявляют на исполнение. То есть это не обязательно банки такие, грубо говоря, гиганты, которые в Самарской области, Сбербанк, Росельхозбанк, Росбанк и иные. Это и все остальные. Вот знаете, что интересно, в какой момент судебные приставы включаются в работу, начиная с какой суммы задолженности? Вот это хочется понять. Потому что если у тебя штраф 500 рублей, ты проехал на превысил скорость, это одно. Ты не будешь беспокоиться, что к тебе постучат в дверь судебный пристав, и у тебя задолженность, ты уже не вылетишь в другую страну и так далее. На самом деле, взыскатель может предъявить исполнительный документ, начиная с одной копейки. Даже штрафы 500 рублей, они предъявляются к нам на исполнение, мы их исполняем. Поэтому на сегодняшний день любое судебное решение, либо постановление органа предъявляется к нам на исполнение. Да, Денис Андреевич, как долго лично вы работаете в этой профессии? 30 июля, 7 лет уже будет. Уже 7 лет. Вот за это время, за этот срок у вас появился рецепт видений своего, как не стать неплательщиком? Потому что очень много разных историй, жизненных ситуаций. Вот как не попасть в эту ловушку, так скажем, когда штрафы будут удваиваться, утраиваться и так далее. Ну, как не стать должником? Наверное, это рецепт такой сложный. Потому что в жизни ситуации разные бывают, да? И здесь разные аспекты жизни. Это и нарушение ПДД, это и кредит, это и семья, это и какие-то бытовые вещи, которые приобретаются и в кредит. И тут, наверное, рецепт один, нужно рассчитывать свои силы, быть приемлемым семьянином, любить семью. И, наверное, соблюдать, наверное, законы Российской Федерации, быть честным в жизни. Да, ну такой моральный кодекс такой ответ. Нет. Скажите, пожалуйста, вот что нужно знать людям, к которым приходят судебные приставы? Уже вот с, как это ли, листок исполнительный, да лист? Исполнительный документ. Да. Исполнительный лист. В каких случаях, вот когда до этого доходит, когда уже приставы идут в дом? Ну, когда приставы идут в дом, ну, когда предъявляется исполнительный документ, у должника, который является должником по решению суда, либо по постановлению иных органов, будь то налоговые, там, ГИБДД, имеется пятидневный добровольный срок для оплаты, он получает уведомление. В случае, если должник не реагирует, у нас есть на сегодняшний день заключен договор с Сбербанком, если у должника есть расчетный счет, в принципе, пристав может не ходить, если должник не оплатил денежные средства в пятидневный срок, денежные средства безакцептно будут списаны. Только с карточек Сбербанка, да? Нет, есть у нас и федеральные, это Росбанк, Россельхозбанк, и дополнительно заключается соглашение с рядом местных банков. Без ведома вот этого частного лица, что у него со счета снимут эти деньги? Сначала уведомляется он о возбуждении исполнительного производства, будь то штраф, будь то кредит. Понятно, а то, что с карточки будут снимать, он уже неудобный. А там придет уведомление, списан счет, кто Сбербанк и то лицо, которого поступило СМС, оповещение, либо что-то иное, вправе обратиться в Сбербанк, либо иное кредитное учреждение, с кем у нас договор заключен, там он может пояснять, что это приставы списали за счет должности. Да, вот это важно. Укажут фамилия, имя, отчество и телефон, он уже может обратиться к приставу. Важное дополнение, потому что, наверное, не все знают, что такое даже может быть. Ну да, поэтому граждане, наверное, должны знать, что в случае, если они не проявят инициативу и не пойдут к судебному приставу сами, либо не оплатят в электронном виде, то денежные средства, имея такие денежные средства на расчетных счетах, они будут списаны безакцепно в той сумме задолженности, которую определил суд. А что тогда делать в том случае, если у должника нет ни карточки, ни денег, и вообще даже в квартире очень мало. Судебный пристав, проверяя по запросам регистрационных органов, устанавливает, если нет ответов положительных, то есть если должник не имеет ни счетов, ни машин, ни квартир, он выходит по адресу, которому указал взыскатель, и проводит мероприятия и исполнительные действия. То есть вручает постановление возбуждения, дает ему 5 дней для добровольной оплаты, и после этого должник либо оплачивает, либо не оплачивает. Если не оплачивает, то применяют штрафные санкции, если оплачивает, соответственно, производство оканчивается, деньги направляются взыскателю. Если должник начинает уклоняться и не оплачивает, то применяются меры принудительного исполнения. То есть это ограничение выезда на арест на имущество, и различные, то есть выясняется, где работает, куда ходит, где живет, на что питается. Да. Вот вы сказали, машина, квартира, это очень вообще серьезно, конечно, что можно даже изъять и машину, и квартиру, получается. У вас такие есть полномочия и возможности, да? Есть, есть. Арестовать, наложить арест, провести через официальные торги и произвести официальную оценку в случае, если она будет установлена, должник согласится, не согласится, он вправе это обжаловать в законном порядке. И выставлено на торги и продано в счет погашения за должности. Хочу обратиться к телезрителям. Сегодня, если вы сталкивались с работой судебных приставов, у вас есть такие истории и вопросы, то, пожалуйста, звоните. У нас сегодня заместитель, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Самарской области Денис Шильников. Он обязательно ответит на все ваши вопросы. И вот первый вопрос от Сергея уже поступил. На соседей приходят квитанции по 100 тысяч за долги, и каждый год они списываются. И никто к ним почему-то не приходит. Указан даже адрес, который я сейчас пока не буду произносить, но есть и телефон, и адрес. Ну тут, возможно, ситуация, взыскатель указал адрес прописки, либо место пребывания, и в любом случае мы обязаны направить повестку по адресу, который указал взыскатель в своем исполнительном документе, либо в заявлении. То есть мы это обязаны сделать. Если он там не проживает, пристав устанавливает по ответам из реконструкционных органов, где он живет. Долги не списываются. То есть они не происходят в списании. Вот ты должен 500 рублей, и не пошел к приставу, не погасил. Такого не происходит. В любом случае судебный пристав изучает должника, где он проживает, берет определенные сведения в различных органах, он может запрашивать, устанавливает, с кем он живет, родственников ближайших, куда он мог уехать, покупал ли он билеты на самолеты, поезда. Слушайте, эта работа прямо очень сходная со следователем. Вы так рассказываете. Скорее всего, работа разная. Это нет. Он просто устанавливает, где он находится, а потом уже проявляет работу вместе с ним. А вообще вот на одного судебного пристава сколько должников приходится? Со сколькими он работает, как вы говорите, следит, контролирует? На сегодняшний день нагрузка очень большая, в силу того, что количество исполнителей документов с определенным финансовым состоянием некоторых экономических ситуаций уходит. В среднем должников от исполнительных производств где-то тысячи-полторы, должников чуть поменьше, тысяча, около тысячи. Потому что должники имеют и несколько долгов разных, и физических, и кредитных организаций. Поэтому они обвиняют в судно-исполнительном производстве. И некоторые должники имеют по взыскателям до 50 человек. То есть один должник должен 50 людям и организациям. То есть в среднем где-то по тысяче должников. Ну вот а такие истории заканчиваются когда-то хэппи-эндом? Вот если у него 50 должников, эти люди дожидаются возврата долгов? Дожидаются, бывают такие, да. Но это очень кропотливая работа, это очень ответственный труд. Тут нужно в силу того, что на сегодняшний день требования к судебному приставу обязательно юридическое образование. Но исследуя, грубо говоря, финансовое положение должника, и там фиктивные разводы, и различные махинации, которые от должника ухищряются. То есть бывают такие случаи, когда и миллионные долги взыскиваются. Следующий вопрос от Валерия. Знаю человека, у которого с карточки списали денежные средства полностью. Как же такое может быть? У него уже дети. Есть ли какие-то размеры, например, не более 50% от зарплаты? Справедливо ли это? Вот действительно, если с карточки все до копейки списывается, разве это оставит человека без денег? Во-первых, когда приходит ответ со Сбербанка, ну допустим, с любой кредитной учреждения ответ, что имеется денежные средства, пристав уведомил должника, тут пристав в законе не ссылается на справедливость. У него функция, его основная, взыскание задолженности. И он в обязанности входит взыскать задолженность. Любыми путями. Да, то есть, ну, всеми законными, нелюбыми. Понятно, да, да. Да, всеми законными. И получая ответ с кредитной организацией о наличии денежных средств и что эта карта не является зарплатной, он списывает безакцепно эти денежные средства, потому что на другой стороне находится взыскатель, у которого такие же дети и такие же проблемы. И тут дела справедливости, наверное, нет, потому что суд уже вынес свое решение. Либо тот орган, который, либо ГИБДД нарушил штраф, ну то и обязан им платить. Да, ну раз мы сговорили о детях, мы разовьем тему алиментов, потому что она тоже очень серьезная и больная. Но сначала предлагаю ответить на вопрос Аллы. У нас кредит на машину, которая стоит 2,5 миллиона рублей. Нам осталось выплатить 400 тысяч, но у нас два месяца просрочки, и нам сегодня не платят зарплату. Чем нам может грозить банк? Потому что нам угрожает, что машину отберут. Разве эта разница в сумме большая? Насколько вы поняли, да. Понятно, ну вопрос я понял. В общем, если машина дорогостоящая и есть просрочки по кредиту, то, конечно, банк будет пытаться выходить с, можно сказать, с людьми, которые просрочили задолженность, на какое-то урегулирование ситуации. Если это не произошло, банк, скорее всего, пойдет в суд о взыскании задолженности, ту, которую не воплатили, плюс проценты, которые набежали по кредиту. Плюс эти проценты будут индексироваться до вынесения решения суда. В частности, банк может и выставить проценты до того, как долг будет фактически оплачен на день погашения. То есть проценты будут взыскиваться до фактического погашения кредита. В силу того, что если машина пользуется уже два года, да, она имеет свой срок износа, то есть будет обращено взыскание и, возможно, суд установит, если эта машина является предметом залога, то суд установит уже в суде его первоначальную стоимость, за которую будет продавать. Возможно, она будет гораздо ниже той суммы, которая указана, за которую они покупали. То есть не два, может даже установить миллион. И ее выставят на торги, и если кто-то ее купит, разницу только вернут в 600 тысяч рублей. Да, ну, да, конечно. Тут все зависит, если эта машина была в залоге, соответственно, принимать решение будет по сумме, безусловно, суд. То есть тут оценка никак не повлияет. Юлия задает вопрос, бывший мой муж не платит алименты, и у нас долг уже в районе 300 тысяч. У него есть комната, он ее сдает, сам живет в Ильяновске, как же мне быть? А судебные приставы что говорят, что с ним ничего нельзя сделать? Нет, сделать к ним, безусловно, можно. Если о конкретной ситуации идет речь, то рекомендовал бы данному телезрителю обратиться ко мне на прием. То есть по понедельникам я принимаю с 4 часов до 6. То есть и любую ситуацию мы эту рассмотрим. То есть на сайте есть телефон, указан мой рабочий, он может позвонить. Тут нужно выяснять и общаться в каком районе, что находится в исполнительном производстве, изучать материалы дела. А с должником, безусловно, можно сделать, даже если он сдает комнату, обязать его уплачивать в 50% со сдачи этой комнаты. То есть нужно тут работать с должником. То есть если возможность будет у телезрителя обратиться. Юрий, воспользуйтесь такой возможностью, телефон на сайте, звоните, приходите на прием в понедельник с 4 до 6. Тема алиментов, уже наша телезрительница начала ее. Скажите, пожалуйста, ведь для того, чтобы взыскивать алименты, первоначально нужно на них подать какие-то заявления. Как часто случаются истории, когда женщины тянут, тянут, не подают на алименты, потом жалеют об этом. Вообще, что вот это за история, как нужно, когда начинать действовать, и что вы можете вообще посоветовать? Потому что тема больная, мне кажется, да, остаются дети, жены, без денег, без средств к существованию и так далее. Тема на самом деле очень актуальна, очень сложная. На самом деле это, наверное, одна из самых тяжелых категорий. Даже вспоминая свою работу старшего студента пристава, да, я относился к ней очень щепетильно. Чтобы матерям, либо отцам, и такие случаи бывают, не терять, да, свои денежные средства, наверное, тут нужно работать больше с супругами, либо с бывшими супругами, да, если не произошло государственное расторжение брака. Тут, скорее всего, совет один — это найти точки компромисса вместе с тем, с кем ты строил семейную жизнь. Да, если этого не случилось, то тут, наверное, посоветовать ничего нельзя. Тут, наверное, усмотрение матери, либо отца, как воспитать своего ребенка, обеспечить его обувью, едой, всеми бытовыми услугами, там, учебой, учебниками и всем остальным. Тут совета такого нету, но если такая жизненная ситуация случилась, да, тут, безусловно, нужно идти в суд, либо нотариальное соглашение, если оно таковое было между супругами. Да, ну, сейчас столько много случаев, когда вообще отношения не оформляются, да, брак. Устанавливается отсутствие, и через суд обязывают выплачивать элементы. То есть, если... Выход всегда есть, да? Выход есть, да. Если не произошло государственное заключение брака, то устанавливается отсутствие в судебном порядке, и после этого подается на элементы. А матери, вот вы сказали, что женщины тоже как бы выплачивают, они в каких случаях становятся... Ну, когда отказываются от детей, и мужья берут на обеспечение детей. Такие случаи тоже есть, и бывают должники матери. Бывают и должниками даже, и дети, алименты бывают на родителей, которые нетрудоспособны, и дети обязаны по суду выплачивать алименты. Бывают такие случаи, есть такие исполнители. Когда родители сами подают на своих детей в суды, да? Да, да, в суды, да, которые обязаны их обеспечивать денежными средствами. Да, ну вот, мне кажется, очень много таких штрафных санкций, вот каких-то наказаний за неуплату налогов. Почему люди этого не боятся? А вообще, что грозит неплательщику вот именно алиментов? Ой, налогов оговорился, извините, алиментов. Алиментов, самое, на сегодняшний день, ну вот, неплательщику алиментов грозит уголовная статья по 157 мая. А почему этого не боятся? Даже до уголовного дела может дойти, в тюрьму могут человека посадить, а люди не платят, и не платят, и не платят. Что, вот что происходит? Происходит, наверное, я вам скажу так, такая ситуация, что, наверное, процентов 30 должников, они асоциальные, то есть, которые, в принципе, не занимаются ничем. То есть, ведут асоциальный образ жизни. Да, и которые живут в антисанитарных условиях, которые, в принципе, не имеют никакого жилья, находятся, живут на вокзалах, и приходится искать их и по подвалам, и в притонах, и где только не находим. Да, понятно. Поэтому самое большое, что грозит, ну вот на сегодняшний день мы возбудили 799 уголовных дел из 11 тысяч, которые находятся у нас на исполнении, и 19 к реальному решению свободы. А сроки какие? Сроки до двух лет. До двух лет, да. Ты уже 30 ты не мог заплатить, а уж 60 тем более. Понятно. Ну, здесь есть три направления, когда может увеличиться штраф. Ну, не увеличиться, а какие-то произвести вещи, когда он станет больше. То есть, первое, это административные штрафы, да, у нас вступил в силу новый, в административный кодекс, новый нормативный акт, да, статья 2025. За неуплату административного штрафа в течение 70 дней, то есть 60 дней дается добровольно, и в 10 дней на вступление силу должник. Штраф этот увеличится в двойном размере, вплоть до того, что гражданина могут на 15 суток посадить... Это сейчас по новому законодательству? Да, да, да. То есть, либо двойной размер, либо до 15 суток. Это суд уже определяет. Вторая санкция – это исполнительский сбор. Это когда должник не оплатил вовремя сумму задолженности, 5 дней, которую ему дали добровольно. Сумма задолженности увеличится на 7%. Эти 7% – это фискальный платеж, штрафная санкция, которую поступает в федеральный бюджет за неуплату в добровольный срок. И бывают штрафные санкции, когда должнику применяются меры принюдительного характера, он их не исполняет, и судебный пристав, он обладает административными полномочиями, и может выносить штрафные санкции по различным статьям 17.14, 17.15, в зависимости от категории дел. Что касается увеличения штрафа, это может сделать и взыскатель, когда есть сумма долга, к примеру, миллион, сумма задолженности не оплачена, он может подать на взыскание процентов с этой суммы, то есть индексировать постоянно. Есть у нас такие должники, которые, грубо говоря, из года в год сумму долга погасят, а потом на них еще проценты. И это происходит, сумма задолженности может увеличиваться в геометрической прогрессии. Да, вот вы сказали, по второму пункту срок там 5 дней? 5 дней, 5 дней. А если вот сейчас время отпусков, да, если человек в отпуске уехал, и тут вот у него не 5 уже там, а 25 дней его нет, вот это что тогда? Вы не смотрите на то, отцу отцу? Нет, мы должны официально его уведомить, то есть он должен получить возбуждение, если он, то есть конверт к нам вернулся, что он там не проживает, это по закону является надлежащим уведомлением. Мы отчитываем от этого срока 5 дней и выносим штрафные санкции. Да, и еще вот когда приходят ваши коллеги из федеральных служб, часто очень рассказывают, что у них в ведомствах появляются такие сайты, интерактивные сервисы, которые очень активно сегодня используются и популярны. Скажите, вот у вас в вашей службе что-то появляется, что можно сделать при помощи такой интерактивной связи через интернет? Угу. К счастью, у нас такой интернет-ресурс есть, он очень прост в управлении. Можете даже, имея интернет под рукой, даже сейчас посмотреть свою задолженность в онлайн-режиме, набираете в поисковике, в любом поисковике, в управлении Федеральной службы Самарской области, там высвечивается сайт нашего управления, там есть такая ссылка оранжевая, она по экрану бегает, называется «Банк данных исполнительных производств». Вот этот банк данных говорит о том, что любой гражданин может посмотреть абсолютно о любом человеке, имеет ли он задолженность. То есть о себе, выезжая в отпуск, неограниченный ли он в выезде, о других, какие-либо правоотношения договорные заключают, историю посмотрел, там история довольно-таки большого периода. То есть он может посмотреть, являлся ли должником, был ли когда-то, имеет задолженность, стоит ли с ним работать. То есть он набирает фамилию, отчество, дата рождения, и высвечивается вся история должники, был ли он там должником, на сегодняшний момент должен ли он сейчас что-то. И электронно, также имея карточку, либо другие источники финансовые оплатить, прямо по интернету, не уходя никуда с места. Понятно. Вот очень многих волнует, опять же вернемся к тому, что сейчас время отпусков, и что вот они приедут в аэропорт, допустим, да, подойдут уже с чемоданами к девушке, которая билеты проверяет, и там вдруг выяснится, что его просто не пропускают. Вот что делать в таком случае? Во-первых, в каких случаях это может произойти, из-за каких задолженностей, из-за каких сумм? И во-вторых, что делать в таком случае вот этому неплательщику? Ограничение выезда может быть вынесено только по судебному решению, только по судебному решению. Просто так не бывает? Просто так, только. То есть в рамках судебного, если иск был судом принят, он направлен к приставу на исполнение, то есть пристав может вынести подстановление об ограничении выезда, начиная с суммы 10 тысяч рублей. Вот если ты должен 10 тысяч рублей и более, то судебный пристав вправе ограничить выезд, уведомив тебя в писанном виде. То есть и должника на таможенном посту просто не пустят на перелет, он останется на территории Российской Федерации. То есть это мера принудительного взыскания. А если он сразу там где-то оплатит рядом? На сегодняшний день принимается в том числе и правительством, и Федеральной службой в Москве меры, чтобы в течение 3-4 часов, если должник оплатил на месте, и эти сведения поступили на пограничную службу. Это планируется сделать в конце этого года. Но и на сегодняшний день, если должник пришел и оплатил, то ему запрет на выезд не снимут. То есть в таком быстром режиме. То к концу года 3-4 часа и все, запрет будет снят. Понятно. Вот, к сожалению, мы становимся свидетелями, живем в такое время, когда все больше ограничительных мер, вот различных, в различных направлениях принимается. Скажи, что сегодня обсуждается из таких мер, и что, возможно, будет принято, к чему готовиться? Во втором чтении в Государственном Думе Российской Федерации на сегодняшний день находится на рассмотрении прецедентный закон, то есть, скорее всего, он будет принят. Это будет лишать прав должников по алиментам. То есть водительских. Водительских прав, да. Да, серьезно. Ну вот вы сказали, что там 30% асоциальных людей, у них, наверное, и машины. Ну здесь больше ориентировано те граждане, которые имеют постоянный источник дохода, но скрываются. То есть имеют автомобили. Да, да, да. Кстати, очень много историй, когда богатые мужья там забирают детей и все такое, и ничего не платят. На этих должников эта мера будет, я думаю, воздействована. Раз пространится, понятно. И вот тоже, вот не могу не спросить, готовилась к эфиру, прочитала, что даже породистых кошек и собак могут изъять за неуплату долгов. Вот это насколько это реальная история? Реальная история, это даже были в управлениях, не в нашем управлении, в соседей, в Ульяновске, в Тамбове арестовывали и кошек, и собак, и мышек, и кого только не арестовывали. Вот в Самарской области арестовывали коров. Ну коровы, да, это такая ценность. Понятно, значит это все возможно. Действительно продается, и история заканчивается тем, что должники оплачивают, людям своих возвращаются. Конечно, потому что это такая тоже история. Очень много жизненных историй. Конечно, у вас такая профессия, ты сталкиваешься, я представляю, сколько судеб, и истории проходят через ваши руки и сердце. Татьяна Васильевна, вот еще один вопрос. Зять не отдает мне деньги, 30 тысяч, на них есть расписка, 60 тысяч. Но по расписке я куда могу обратиться, что мне делать? Нужно написать заявление в суд, прийти с исковым заявлением, обратиться в суд и принести эту расписку, доказательства, и идти в суд нужно. В суд, а потом уже к вам? Потом суд вынесет решение, он не рассмотрит все обстоятельства дела, если установлен, да, это за должностью. То есть расписка действительно, что действительно деньги и средства выдавались, он вынесет решение, и потом уже идти к нам, об засыкании за должности. Если он, конечно, добровольно не погасит. Понятно. А вы почему для себя выбрали, Денис Андреевич, такую профессию? Вы потомственный судебный пристав? Скажем так, нет. Случайно. Случайно, но вы не жалеете? Нет, не жалею. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли в эфир, ответили на вопросы телезрителей. Всего хорошего. Я прощаюсь и с вами. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин